Алматинские волонтеры продолжают сбор средств на лечение нашей коллеги Галины Полевой. Известная казахстанская журналистка больше двух лет борется с онкологией. Сейчас спортивный комментатор готовится к еще одной сложной и очень дорогостоящей операции на позвоночнике. Поэтому семья Галины Полевой не перестает проводить благотворительные ярмарки, чтобы собрать необходимую сумму. В канун Нового года семья Галины Полевой благодаря поддержке алматинских волонтеров провела очередную благотворительную ярмарку. За год это уже четвертая подобная акция для сбора средств на лечение известной казахстанской журналистки. Два года назад телезрители потрясла новость о том, что Галина Полевая борется со страшным недугом. У нее рак. Это стало известно, когда семья больше не смогла хранить молчание и обратилась к соотечественникам с просьбой помочь. В такой тяжелый момент никто не остался в стороне. Спортсмены, болельщики и коллеги тоже поддержали. В течение года различные федерации и объединения провели несколько благотворительных турниров. Мы благодарны всем казахстанцам, соотечественникам и за рубежом, которые откликаются на призыв о помощи Галине, которые оказывают не только материальную поддержку, но и моральную, информационную. Но это очень дорогого стоит. И всем сердцем они с Галиной. На самом деле для Галины важен каждый тенге. Вовсе не обязательно жертвовать крупные суммы. Да, лечение очень дорогое. И такие деньги просто невозможно собрать одной семье. Но если каждый третий казахстанец перечислит пусть хотя бы 100 тенге, сумма уже не кажется неподъемной. Семья журналистки благодарит всех, кто регулярно помогает. Благодаря неравнодушным казахстанцам Галина Полевая уехала в Турцию, где ей провели пересадку костного мозга. Коллектив агентства Хабар перечислил однодневный заработок. Но борьба за жизнь Галины продолжается. И сама она стойко проходит все этапы лечения, одерживая одну маленькую победу за другой. Сейчас наша коллега готовится к еще одной сложной и дорогостоящей операции. На позвоночнике. И Галина не намерена сдаваться. Вы подарили мне целый год жизни. Я как маленький ребенок продолжаю верить в чудеса. Они под Новый год сбываются. Мечтаю, как и прежде, ходить без костылей и корсета. Спасибо вам за любовь и поддержку. Пусть у вас все будет хорошо в Новом году. Пока Галина продолжает реабилитацию в турецкой клинике. Но, возможно, дальше ее будут лечить южнокорейские врачи. Семья ведет переговоры со специалистами этой страны. Говорят, там больше шансов провести успешную операцию на позвоночнике. Только вот сумма по-прежнему слишком большая для семьи. И на ярмарках и турнирах сложно собрать такие деньги. Поэтому родственники снова обращаются к казахстанцам с просьбой помочь. Все необходимые реквизиты в течение всего сюжета вы видите на телеэкране. И кто знает, быть может, под Новый год мы все совершим большое чудо. Долгат Куспаев, Анастасия Валикжанина, Нордовлетжик Сыпаев, Алматы.